Последний раз задокументированное использование лука и стрел на войне было во Второй Мировой войне. И, кстати, о средневековом оружии на полях Первой Мировой у нас есть ролик, ссылка будет в описании. Истинный наследник английских лучников, офицер Джон Малькольм Торп Флеминг Черчилль, прозванный Безумным Джеком. Вот где из этих пяти слов Джон Малькольм Флеминг? Флеминги это же зверьки такие. В общем, наш Безумный Джек обожал оружие предков и тащил с собой в бой шотландский палаш, волынку и лук со стрелами. Палаш для рукопашного боя, ну ладно, это можно понять. Луки стрелы на Второй Мировой, танки, самолеты, артиллерия. Ладно, с ними тоже можно смириться. Но вот насколько нужно быть бесчеловечным, чтобы еще использовать шотландскую волынку? Это отрывок из видео про обстрел нагрудника. На этом моменте многие написали, что лук использовали в последний раз не во Второй Мировой, и приводили за пример Джона Рэмбо. Некоторые даже упоминали африканские племена, которые до сих пор используют древнейшее оружие, такие как луки, копья. Но согласитесь, трудно называть современными боевыми действиями, когда это два села воюют за десяток коров. А вот Вторая Мировая с ее танками, артиллерией, авиацией и использованием длинного лука, это прям вот нонсенс. Вымышленный персонаж Джона Рэмбо создан писателем Дэвидом Моррелом в 1972 году. Об исходниках этого образа судить трудно. Рэмбо явно собирательный образ молодого ветерана войны во Вьетнаме, который не может зареализовать себя в мирной жизни. Одним из прообразов может являться опытный, многоградно награжденный боец Одди Мёрфи, который на гражданке страдал от поствоенного шока и не расставался с заряженным ружьем. Книжный Рэмбо пользуется при этом в основном ножом и винтовкой, отобранными у местных. Упоминаний о том, что во Вьетнаме Джон пользовался луком нету. Начиная с Рэмбо 2, с фильма, активно пиарится тема блочного лука, наверняка в угоду культуре, кинокомикса и производителей. Кстати, блочные луки вы можете себе присмотреть в Аркус Маркете, ссылка в описании. Никаких достоверных сведений об использовании длинного лука на поле боя после безумного Джека Черчилля мне найти не удалось. Но, если у вас есть инфа про длинные луки на современной войне, пишите в комментах. Или даже если знаете о примерах использования средневекового вооружения в современных конфликтах, тоже можете написать. Будет интересно узнать. А сейчас я готовлю обзор на еще один средневековый шлем. Попробуйте угадать над каким. Работы там много, поэтому в ближайшие пару недель буду работать только над этим проектом. Продолжение следует...